Уважаемый Вячеслав Михайлович, меня зовут Ольга Вячеславовна Иванова. Я живу и работаю в Саратове. Убедительно прошу вас обратить внимание на карательный уклон в работе саратовских судов. К сожалению, именно с таким обликом правосудия, жестоким и равнодушным, пришлось столкнуться мне и моей семье. Хотя правосудие в данном случае это не совсем удачное слово. Мы стали заложниками своей правовой неграмотности, которой воспользовались нечистоплотные органы следствия и прокуратура, и формализму судьи Октябрьского райсуда Александра Ермолаева. Совокупность всех этих обстоятельств обернулась несправедливым и жестоким приговором моему мужу Виталию Иванову. Его действия, которые по сути являлись административным правонарушением, обернулись обвинением в покушении на убийство и семи годам строгого режима. И это просто за семейный дебош. Не вдаваясь в детали, коротко расскажу, в чем заключается суть дела, ставшего уголовным, в чем есть и часть моей вины, моего незнания основ права, стрессового состояния и желания отомстить мужу. Все произошло в марте прошлого года у нас дома. Мой муж был нетрезв, и между мной и ним возникла ссора по поводу использования моего мобильного телефона. В ходе конфликта он дал мне пощечину, и за меня вступилась наша семнадцатилетняя дочь. Она ударила отца кулаком в челюсть, а он схватил ее за шею и оттолкнул. Дочь ударилась головой о стену. Виталий сразу бросился к ней и стал просить у нее прощения. Мы вызвали врачей. Дочь госпитализировалась с предварительным диагнозом закрытая травма черепа легкой степени. Но через сутки ее выписали в предварительном состоянии, и она даже не пропустила занятия в колледже. На следующий день после случившегося я была допрошена следователем следственного отдела по Октябрьскому району Саратова Валерием Королем. После того, как я ему рассказала об обстоятельствах происшествия, он сказал, что материал не тянет на уголовное дело. Он сращал меня тем, что супруг получит административный арест, обозлиться и устроит всей нашей семье веселую жизнь. Я была тогда зла на мужа и согласилась на то, чтобы следователь внес коррективы в мои показания. Так в показаниях появилось то, что Виталий держал дочь за горло и души около 20 секунд. Что он не интересовался ее состоянием, не поднимал ее и не просил прощения. И что только благодаря мне и моей маме он не удушил ее до смерти. Чтобы показания были непротиворечивыми, меня и мою мать король допрашивал вместе. А протоколы мы подписали, не читая. Потом нас допрашивали еще и под видео. И мы заранее все заучили. Свои данные и ранние письменные показания. Мне не составило труда повторить ложь на камеру. А мама несколько раз сбивалась, поэтому съемку приходилось останавливать. После этого меня обработал еще и руководитель следственного отдела по Октябрьскому району. Он удостоверился, не передумаю ли я доводить это дело до конца. И советовал не устраивать на суде мексиканские страсти. Иначе я подставлю следователя, который с пониманием отнесся ко мне и дочери. Сделал все для того, чтобы оградить нас от душегуба. Когда я узнала, что мужа обвиняют в покушении на убийство и ему грозит большой срок, я была в шоке. До этого я полагала, что ему, как семейному дебоширу, дадут максимум условные наказания или поддержат немного под арестом. Тогда я попыталась рассказать правду, стала добиваться повторного допроса. Но следователь король лишь обругал меня, обвинив меня, что я сама посадила мужа. Чтобы ему больше не надоедало, он сказал, что я могу изменить показания на очных ставках. Потом в деле сменился следователь. Его стал вести Павел Зубакин. Он тоже сначала тянул время. А потом огорошил меня тем, что дело уже передано в суд. Хотя расследование шло всего два месяца. По его словам, я могу выступить на суде и все рассказать, как было на самом деле. На время следствия моего мужа посадили под стражу. Ему назначили государственного защитника, который посоветовал ему при предъявлении обвинения дать признательные показания. Виталий не знал последствий такого шага, потому что, как и я, не разбирался, чем ему это может грозить. Уголовное дело в Октябрьском районном суде Саратова рассматривалось судью Александром Ермолаевым. Он полностью проигнорировал мои показания, показания моей мамы и моей дочери, что у посудимого не было умысла за убийство. Мы пытались донести до него, что были введены в заблуждение следователем и фактически оговорили Виталия. Однако судья отнесся к ситуации формально, положив по основу приговора данные на предварительном следствии показания. К данным судья показаниям он отнесся критически, посчитав, что мы выгораживаем подсудимого, хотим помочь ему избежать ответственности. Несмотря на наши слова в суде и отказ Виталия от признания вины, судья Ермолаев приговорил моего супруга к семи годам колонии строгого режима. При этом гособвинение просило дать ему 9 лет. То есть получается, что муж действительно совершил убийство, такое жестокое наказание ему определили. Я считаю, что все это произошло из-за погони следственных органов, прокуратуры и суда за статистикой. Если посмотреть с формальной стороны, то получается, что за два месяца было раскрыто и направлено в суд такое, в кавычках, резонансное дело, как покушение на убийство несовершеннолетней. Но если вникнуть в суть, то мы получим оставшуюся без мужа жену и дочь без отца. Подтасованные факты, полученные обманом показания и формализм судьи. То же самое произошло в апелляционной инстанции в областном суде, который не захотел подставлять судью Ермолаева отменой приговора. Также я подавала заявление в прокуратуру о даче ложных показаний. Был получен отказ. На следующей неделе первый кассационный суд рассматривает жалобу на приговор моему супругу. И я нахожусь в отчаянии, так как почти утратила веру в возможность добиться справедливости при той круговой пороке, которая царит у нас в области. Я считаю, что подобные уголовные дела и приговоры суда позорят всю систему правосудия. Неудивительно, что Саратовская область оказалась в лидерах по жестокости выносимых решений. Поэтому, Вячеслав Михайлович, убедительно прошу вас обратить внимание на мое обращение и на то, что происходит у нас в регионе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...